Я просто подумал, что, может быть, сегодня обсуждать, можно философские темы обсуждать, а можно просто обсудить тему ситуации человека, или как бы удела человеческого обсудить, раз уж мы начали с этой темы. Дело в том, что несмотря на все религии, несмотря на все, может быть, для многих очевидности, что существует Бог, существуют какие-то посмертные воздаяния и прочее, может быть, и это тоже нельзя исключать, мир устроить совсем по-другому. И что все, что тебе дано, и все, что ты успеешь только сделать в этой жизни, другого ничего не будет. И поэтому считать на самом деле, что как бы у меня впереди какая-то там огромная жизнь бесконечная, бессмертная, и уповать на то, что ты, когда достигнешь этой безбережности, в своих возможностях и способностях. Я не понимаю, что ты говоришь. Такой глупый говоришь. Я даже не представляю. А я еще даже не сказал. А знаешь почему? Потому что эти позиции уравнять нельзя. Если это так, то чем бы ты ни занимался в этой жизни, никакой разницы нет. Послушай. Хоть всю жизнь врачи, хоть всю жизнь в философии изучают. Одинаковый результат. Хорошо, я сначала выскажу. Правда. Не правда. Да правда. Вот видишь, Людмила все-таки... Ты перейдешь, вот какой ты есть, вот ты перейдешь в вечность, вот таким, какой ты к тебе... Да нет, в вечность не такой. Какая вечность? Он не достигнется. Не-не-не, подождите, я не так сказал. Я сказал, может быть, нет вечности. А вдруг ее нет? Ты ведь не знаешь точности. Ты же не можешь... Он христианин. Да ну и что, что христианин? Это концепция. Это концепция. Это не концепция, это для тебя концепция. Нет, нет, подождите. А для христианин? Я понимаю, что это концепция, допустим, но ты тоже пойми, что твоя концепция, что ничего может быть нет, кроме этой жизни, она неравноценна. Нет, нет, нет. Это не моя концепция. Я сказал, может быть, есть, может быть, нет. У меня нет концепции. Ты же, отдай отчет своим словам, что в этом случае никакого смысла нет, чем бы ты ни занимался. И лучше тогда, чем заниматься в этой жизни. Это насладиться этой жизнью. Уж надо быть честным тогда. Ну, давай, Валя, сначала я все-таки выскажу это, потому что ты каждый раз будешь сейчас скатываться к тому, что почему-то позиция крестьян, которые верят в Бога, она бесконечно оправданная и хороша, а все остальные, они... Валя, уже колеса отвязывали. На самом деле, такой дилеммы нет. Да, не делится все на черное и белое. Вопрос следующий просто состоит. Вопрос состоит в том, на самом деле, что, по крайней мере, сейчас, находясь здесь, проживая эту земную жизнь, мы можем управлять своей судьбой, но мы властны в том, чтобы употребить свою волю в одном направлении или в другом. Если ты христианин, так употреби свою волю для того, чтобы быть еще более лучшим христианином. Не надо, нельзя сидеть, ждать. А вдруг ты на каком-то этапе своего, поворота своего жизненного пути, вдруг осознаешь, что быть христианином было неправильно. А поздно время-то ушло. Нет уже у тебя ни сил, ни возможностей, ни способностей. Ты стал стряхлым стариком. А надо сейчас уже, вот сейчас, пока есть у тебя силы, и пока ты можешь что-то реально сделать, надо сейчас действовать. Допустим, ты действуешь, исходя из концепции христианства. Так надо действовать, нельзя сидеть. И даже если вдруг окажется в какой-то момент однажды, что ты посчитаешь, что это, может быть, не до конца была правильная концепция. Надо было, может быть, там, как-то по-другому думать. Но, по крайней мере, у тебя будет много что сделано. А ведь что такое дело? Ведь дело не только мы делаем, а ведь дело делает нас. Потому что осуществляя некую деятельность, активно участвовать в этой жизни, ты меняешь себя. Ты видишь новые горизонты. Ведь мы не знаем, где найдем, а где потеряем. Нельзя расслабляться. Нельзя, как бы, достигнув какого-то положения, посчитать вдруг, что это вот последняя гава. Потому что последней гавани будет смерть. Всегда она будет. Она рано или поздно любого из нас застанет. И поэтому, пока живем, мы должны, на самом деле, что-то делать, быть активными. Независимо от того, какой ты концепции придерживаешься, какой я концепции придерживаюсь. Один придерживается, что ничего нет там, даже столько, есть только человек там, что и его, как ты говоришь, удовольствие. Пускай. Он придерживается этой концепции, но пусть тоже как-то будет активным. Другой придерживается, что есть, допустим, Бог. Но нельзя сидеть. Он посчитал так, Бог есть, как бы, теперь я уже спасен, и мне ничего делать не надо. Буду сидеть и ждать. Тоже нельзя останавливаться. Безотносительно даже, какого мировоззрения, какого воззрения на мир ты придерживаешься. Я исключительно, как бы, всегда держусь, как бы, вот этого момента активизма. Я считаю, что именно потому нельзя расслабляться, на самом деле, что мы не знаем. Мы не знаем будущего. А вдруг случится так, что вот завтра умирать, понимаешь? А ты ничего не сделал. Это же обидно все-таки. Так и просидел. В носу проковыряв. Вот, например, я говорю, что сегодня обсуждал со Стасом этот вопрос. Он просто мне бросил в лицо, что я ничего не сделал. Он просто мне, а что ты, говорит, сделал? Ну, как бы, я не стал перед ним отчитываться. Ну, сам факт состоит, что вот любому человеку можешь броситься в это в лицо, а что ты сделал? Какой-нибудь дряхлый старик сидит, а всю жизнь он только ел, спал, как бы, ничего, ничем не занимался, ничего не сделал. Это же обидно, просто обидно, что он мог. И может быть у него даже... Ну, Влад, а вот, допустим, в буддизме считается, что недеяние это лучшая мудрость. Правильно. Активная позиция все равно, даже пассивность концепции требует от нас активности в ее осуществлении. Единственное, что все, что нам дано в этой жизни, это вот возможность активно в ней поучаствовать. Если мы будем просто пассивно плестись, то мы просто потеряем свою жизнь, мы просто не увидим, не заметим, как жизнь кончится. Глаза открываешь, как бы, вроде молодой, глаза закрываешь, открываешь, смотришь, а уже старик. И это сплошь и рядом, вот посмотрите на всех этих стариков, спросите у них, как они жизнь прожили. Да, и говорят, пролетело, как будто вчера было. А такого быть не должно. Ну, а ты мечт, ты в каком направлении? Направлении самоудовлетворения или в любом направлении? Это не важно. Понимаешь, потому что, как показывает практика, если человек активный, если он в этой жизни участвует на самом деле, то ему открываются горизонты. И даже человек, который погряз в каких-то удовольствиях, да, может быть даже чрезмерных, он все равно на самом деле однажды, может быть, очнется от них. Понимаешь, а если он будет всю жизнь сидеть и ничего не делать, и ничего не видеть, и опыт его будет ограничен какой-то его пассивностью, он никогда ничего не увидит, никогда ему ничего не откроется. Нам открываются горизонты, и ты говорил про эти горизонты, только тогда, когда мы к этим горизонтам устремляемся, а не тогда, когда ты сидишь, и вдруг потолок раскрывается, и туда входит, так сказать, во всем сиянии, там, ангел, там, или там, кто? Христос? Или Бог? Я уж не знаю. Кому как или явиться. Христос, ты хочешь быть выше всех, как Бог? Я смотрю на него с облаковок. Так вот, вопрос по этому, связанный со смыслом жизни, он очень прост. Никакого для всех одинакового смысла нет. Каждый из нас выбирает этот смысл. Правильно, тысячи раз слышали, а я просто хочу... Вопрос такой, давай обсудим его. Ну давайте сначала я закончу мысль всего. Мысль состоит в том, что никакого смысла для всех одинакового нет заранее выбранного. Человек это такая сущность, которая, она не закончена, как бы, да, она есть возможность осуществления некоторого проекта, возможность осуществления некоторого плана. И каждый человек может этот план на свой страх и риск сам придумать и сам осуществить. То есть у нас заложена вот эта проектность, да, вот эта вот возможность сотворения самих себя. То есть мы должны самим себя относиться, как к произведению искусства своего рода. Мы должны сами себя сотворить. Ну, это что означает? Это означает, что нельзя сидеть сложа руки. Вот надо действовать. Вот у кого что есть, кто что умеет. Один умеет это... Ты сам Бог, я понял. Причем здесь я сам Бог? Твоя позиция понятна. Она как бы уже обсуждалась миллионы раз. Везде все ее знают. Вопрос в чем? Что обсуждать будет? Нет, я просто... Мы сейчас их хотим обсудить на самом деле. Ты можешь это рассказать, но я вот это... Положение человека в мире хотим обсудить. Ну вот. То, что ты рассказал, я слышал. Может, что-нибудь новое, что мы будем обсуждать? Или ты даже могу еще тысячи... Даже могу пример привести еще какой-нибудь того, что ты сейчас говоришь. С другой точки зрения, но о том же самом. Хочешь? Да, я понимаю, что на самом деле я ничего не говорю. Ну вот, так давай что-нибудь такое интересное что-нибудь. Так а что интересное? Ну вот это и означает пассивность, понимаешь? Пассивность, она всегда говорит, дай нам что-нибудь интересненькое. Включить телевизор или переключать программы, найти интересную программу. То есть, блин, если ты говоришь какой-нибудь там, это самое, бублики круглые, а там баранки квадратные, а я не говорю, что ну давай поговорим про что-нибудь другое, ты говоришь, вот ты пассивный. Это ерунда. Да дело не в этом, а дело просто состоит в том, что, несмотря на то, что... Стратить наше время банальными истинами, вот это тоже, Блату, извини, пассивность. И твоя, и наша. Мы собрались зачем? Чтобы что-то интересное... Давайте тогда салегон. Новое, спорное. Дай какую-нибудь формацию. Мы считаем, что это... Чтобы высказать здесь свою точку зрения на то, что ты говоришь, давайте, я готов первую, сразу высказать. Давай. Ну выскажи. Давай. Интересно, пусть согласен. Ну я и хотел сказать, если все мы согласны с этим. А я не согласен. Все согласны. Вот видишь, ну просто выгнишь. Давай, подожди, стой. Вот теперь пускай Валя скажет, потому что он не согласен с такой вещью, которая, ну как бы... Валя, с чем-то не согласен. Ну я объяснил, в чем не согласен. Если нет универсального смысла для всех людей, если для каждого смысл свой, то это значит, что вообще никакого смысла нет. Это во-первых. Во-вторых, эта позиция подразумевает, что ничего сверх нас нет. Что мы сами по себе уже как бы некая такая полнота. И нам ничего сверх этого не нужно. Никакого смысла, ничего такого единого для всех. Общего смысла. Потому что смысл, он только и может быть смыслом, если он един для всех. И эта позиция, она диаметрально противоположена христианской. Почему? Потому что это позиция, когда человек провозглашает себя Богом. С точки зрения христианства это безумие. Просто я тебе хочу сказать, что то, что я заявляю, оно является фактом жизни. А ты веришь в некую идеальность. А факт жизни состоит в том, что не все согласятся, допустим, быть христианами. Одни хотят быть одними людьми, другие другими людьми. И факт состоит в том, что каждый выбирает свою жизнь. Ты выбрал жизнь христианскую, а другой выбрал, допустим, жизнь буддийскую. А третий выбрал мусульманскую жизнь. А четвертый выбрал жизнь светскую. Говорите о разных вещах, а Валерфин нет. Нет, просто факт состоит в том, что когда ты считаешь, что все должны быть христианами, ты наступаешь на свободу других людей. Так об этом же речь идет. Ничего на другом. Есть ли смысл или его нет вообще? Нет, а я говорю о том... В твоей позиции, в твоей позиции. Нет, он не говорит не об этом. И тщедушная попытка придумать некий смысл. Еще раз говорю, я на этот... Я же тебе говорю, ты вот услышишь, я же тебе говорю, что если нет смысла универсального, общего, то никакого смысла... Я же еще раз тебя просто... Я тебе хочу высказать. Да я понял, что ты сказал десять раз. А факт в чем состоит? Я же этот смысл, который я высказываю, я же на тебя не обращаю, но ты верь в свой смысл. Ты считай, что есть универсальный смысл. Сколько угодно считай. Кто мешает тебе считать, что универсальный смысл есть, и все осуществляют этот универсальный смысл. Одни вдали, другие вблизи. Никто тебе это не мешает. Ну просто есть реализм, то есть вот отталкивание от факта, который состоит в том, что люди живут по-разному. Вот если бы они жили одинаково, тогда бы можно было согласиться с тобой, что их надо было привести к общему знаменателю. Но нет такого знаменателя. По факту... Еще что ты скажешь им, ты всегда будешь к ним относиться снисходительно и говорить, что вы живете неправильной жизнью. Но это разве правильная позиция? А откуда у тебя такой оплоп, что ты истину знаешь, а они нет? Откуда вот это взялось-то? Ведь в этом есть определенного рода вот как бы репрессированная нотка, да? Я такой-то, и вы должны быть точно такими же. А почему? Где вот это основание? Тебе Бог сказал, а ему Бог сказал быть другим. Понимаешь, вот в чем проблема-то. Проблема состоит в том, что я отталкиваюсь от некого факта. А факт состоит в том, что люди разные. Ну и я отталкиваюсь от некого факта. А факт состоит в том, что смысл либо есть, либо его нет. Еще раз говорю, в своей личной жизни, в своей личной антологии... Я отталкиваюсь, сколько угодно, но смысл либо есть, либо его нет. Никаких индивидуальных смыслов быть не может. Хорошо, я тебе сказал, это твоя личная антология. Я даже не хочу... Тогда надо честнее говорить, что каждый должен в этом жизни заниматься тем, что ему нравится. Это понятно. Если ты нравится, я этим и занимаюсь. И насрать на всех. Мне не интересно, а можно подумать, ты к христианству пришел, и тебе клеткой гнали? Вы высокие слова, потому что все просто. Я насрал на всех, хочу заниматься тем, что мне нравится. Почему, Валя, у тебя всегда все упрощается до банальности? Потому что так и есть. Ну, так и есть. Если, я говорю еще раз, в твоей антологии все становится банальным, только это проблема твоей личной антологии. А они реальности сложнее. Ты семинаришь, понимаешь, что тебе это нравится. А тебе христианство не нравится? Тебе христианство не нравится? Христианство тебе не нравится? Тебе плеткой загнали, конечно, в христианство. Ты сидел, занимался любимым делом, компьютерными играми. Вдруг раз пришел, Бог плетку взял, и давай тебе стягать. Валя, ты должен быть христианином. Ты подумал, да, как бы, это меня гонит в христианство. Так что ли? Ты тоже... Ты понимаешь, вот в той банальности, которую ты говоришь, все можно объяснить, что людям нравится христианство, людям нравится буддизм, людям нравится... Все можно объяснить так. Но объясняет ли оно что-нибудь? Да нельзя так объяснить. Ну как? Одному нравится буддизм. Он буддист, ему нравится буддизм. Мусульманинам нравится... Здесь не нравится слово. Ислам. Здесь другое слово. Здесь люди ищут смысл. Тогда они приходят в буддизм, в ислам. Еще раз говорю. Искать смысл, это означает, что тебе нравится, чтобы смысл был. Всегда можно слово «это нравится» везде засунуть. Потому что это банальность, которая не отвечает сути вопроса. Какого? Вопроса нельзя все сводить к этому. Понимаешь, нельзя... О чем ты говоришь, Блод? Я тоже не знаю, о чем я говорю. Нет, еще раз говорю. Из того, что ты считаешь, что людям нравится заниматься своими какими-то вещами, и это как-то... Уничижает эту позицию. Точно так же можно в обратку тебе бросить, что и твоя позиция точно такая же тебе нравится. Нет, нельзя. Но из того, что если твоя позиция есть не позиция, которая тебе нравится, то точно так же и они могут сказать, что это не позиция, которая им нравится. Здесь симметрия. Вы два или у человека, и ваша позиция симметричная. Если ты про свою позицию говоришь одно, он точно так же может про свою позицию сказать. А есть какой симметрии? Ну как есть симметрия? Он буддист, ты христианин. Человек, когда ищет смысл для всех, он делает не то, что ему нравится, а то, что должно делать. Понимаешь? То, что важно для... Валя, не надо заниматься демагогией. Ничего такого, что тебе должен для всех и важно, ты не делаешь. И никто так не делает. А все делают на самом деле... Почему не делают? А все всегда делают в компромиссе то, что нравится ему и важно для других. Потому что делать только то, что важно для других и тебе совершенно не интересно, это на самом деле безумие. Ну ладно, это демагогия. хорошо Валя, а какая твоя позиция? Моя? Я же рассказывал уже много раз. Я утверждаю, что у Булата... Да не у Булата, а твоя позиция какая? Моя позиция такая, что есть смысл в нашей жизни. Не знаю какой, но он есть. А нам жизнь дана для того, чтобы постичь этот смысл в какой-то степени. Нет, есть смысл это для всех, что ли? Для всех-всех людей? Подожди, ладно, подожди. Я не понимаю, подожди. Не, ну это важно, смысл есть, я что, раз прошу, он один, другого другой, третий, третий. Один смысл. Хорошо, он один, какой он? Ну смысл человека вообще как-то... Какой смысл у человека? Я не знаю. Что такое смысл жизни, Валя? Я не знаю. Но он есть. Но он есть, да. Я знаю отчасти нечто. Некую небольшую часть этого смысла я знаю. Давайте скажем слово... Некая небольшая часть этого смысла, она для меня пролегает в мировых религиях. Но я не хочу сказать, что смысл жизни человеческой сводится только как-то. Возможно, он шире, глубже и так далее. Ну то есть, в конечном счете, речь идет о чем? Есть Бог или нет? Есть Он или нет? Вот в этом есть смысл. С точки зрения Булата, Бога нет. Это нормальная позиция. Совсем не так. С моей точки зрения, Бог есть. Совсем не так, на самом деле. Ну пойми, что если Бога нет, тогда и нужен как-то свой смысл. Еще раз говорю. Еще раз. Позиция? А если Бог есть, то смысл у всех один. Многообразие позиций не сводится, есть Бог или нет. Позиций много. Еще я уже бесконечно одно и то же просто мусолим. Много позиций. А единого смысла нет. Бог есть, а единого смысл нет. Еще раз говорю. Во-первых, понятие смысл и понятие Бога – это разные понятия. Булат, пожалуйста, веди вот синонимы слова «смысл жизни». Вот для тебя. Что это значит? Синонимы. Ну что, если есть синонимы для человека? Притом. Не надо никакие синонимы. Достаточно просто сказать, что если то, чему человек посвящает большую часть жизни, то для него и представляет важное в жизни. И составляет его смысл. Человек может быть блудником или обжорой. Большую часть жизни посвящать тебе Богу. В душе проклинать это все. Просто он не способен с этим справиться. Или наркоман. Какое значение имеет то, что ворует и в душе он проклинает воровство? Какой это смысл-то имеет? Ты сам подумай. Человек может ходить в церковь, исполнять все обеты, исполнять все заповеди, а на самом деле быть в душе – это сатанистом. Скажите, какой смысл? Вот там разбойник, которого с крестом распяли, он всю жизнь грабил и убивал. В конце взял и покаялся. То есть все тривиально и просто. Дорожка всепроста. Огромное шоссе проложено. А Христос не сказал так, что идите узкими путями, ибо широк пути, и ведущий в погиб. Он такое не сказал? А шоссе-то проложено. Вот оно, христианское шоссе. От и до. Там туда 10 километров, и туда 10 километров. И толпа народу, это сколько там, в 2 миллиарда человек туда идет. Тебе не кажется, что это странно? Что ты в этом затесался? Тебе кажется, что вот он смысл. Обнаружил. 2 миллиарда человек по шоссе огромному счешат, где сказано, что не идите широкими путями, а идите узкими. Парни, вы чего? А что вы вообще говорите? Ну ты какую-то глупость говоришь. Ну что глупость? Ты же сам знаешь, что христианский путь это очень тяжелый. Где путь? Я не вижу этого. Я только вижу, что крестьяне процветают везде. Где только они присутствуют, там везде они процветают. Это истерика. Ты вот строил общину. Ты же убедился. Чего я убедился-то? Я тебе хочу просто пояснить на самом деле. Ты как далеко ты смог пройти по этому христианскому пути? Сколько ты? Полтора шага по нему сделал? Дело не в этом же. Христианский путь не начинается там с общины. А с чего же он начинается? А то есть больше христиан у нас нету там, за порогами, так сказать. То есть вот и христиане были только в нашей общине, а больше христиан никогда не существовало и не было. И не существует и сейчас. Да это при том, что христианство не началось с общины. Правильно? Оно как бы было и до, и после этого будет. Ты с кем сейчас споришь? Ладно, ты капризник. Вопрос, дело не в капризе, Валю. Это просто старая тема. Вопрос всегда сводится к следующему. Попытка упрощения какой-то позиции, сведения ее каким-то или-или, или с Богом или нет. Такие позиции всегда оказываются у разбитого корыта. Ты хочешь на мелку вылезти в задницу? Ничего я не хочу. Я тебе просто объясняю, что на самом деле мир просто сложнее. Вот и все. Ты пытаешься увидеть мир простыми глазами. Тебе кажется очевидно на самом деле, что он черно-белый. А на самом деле в нем много цветов. Чего сложно-то в твоей позиции? Твоя позиция вообще примитивная. Не, моя позиция это... Что-то там сложного-то в нем пишет. Не, позиция... У каждого свой смысл. Дело не в сложности, а дело в том, что я просто пытаюсь увидеть факт, что люди разные. Вот пытаюсь увидеть факт, а ты не... Вот тебе не странно, допустим, что мусульман даже, по-моему, больше, чем христиан, мусульман. Ну и что? Не, не, а как так Бог допустил, что вот есть истинная религия крестьяне, и они... А вот есть как бы заблудившиеся, да, допустим, в Боге, это мусульмане. Как Бог-то допустил? Твои позиции. Как? Ну, неужели Бог... Ведь мы же обсуждали... Твою позицию или позицию... Подожди, мы же много раз уже... Ты скажи, почему позиция... Сначала я хочу... Мою или Боя? Валя, давай все-таки разговаривать будем. Я сначала мысль... Ну ты уже раздаешься. Я еще не задал вопрос. Я еще мысль не выразил. Мысль состоит в следующем. Что мы сами к Богу прийти своими усилиями не можем. А мы можем только, если Бог нам откровение даст, прийти к Богу. Это означает на самом деле, что мусульмане сами по себе, по своей воле заблудиться не могли. А таково уж было откровение, что они пришли к тому Богу, которого они величают. Понимаешь? Как Аллах. Может быть, на самом деле истина-то в другом на самом деле. Может быть, и в исламе, и в буддизме, и в христианстве, и в иудаизме, и во всех религиях есть истина. Может, просто она не такая простая и примитивная. Понимаешь? Одна какая-то, однобокая. А может, она просто такая многообразная. И что нельзя ее вот так вот постигнуть каким-то одним способом. Зачем мне приписывать то, что я не говорил? Я сам тебе сказал. Я тебе не это приписываю. Я тебе просто спрашиваю. Вот это вот и есть вопрос. В мировых религиях. Это и есть вопрос. Я ей сказал, что смысл в мировых религиях отчасти да. А конечный смысл в Боге. А твоя позиция, она другая. Конечный смысл в каком Боге? В Аллахе? В каком? В Ягове? Каком там? В каком Боге-то? В любом богословии, в христианском, в мусульманском, в иудаистском сказано, что мы не знаем Бога. Никто его не видел. Да дело не в этом. Но в каком Боге? Но в религии много. Богов много. Понимаешь? По смыслу они разные. Были языческие боги, там, Зевсы какие-нибудь. Были там, был здесь христианский Бог, там, да? Есть Бог мусульманский Аллах. Есть, на самом деле, там еще какие-то другие боги, там, ну, там, разных других религий. Какой из них является Богом-то? Иисус Христос. Ну, это понятно. Для христианина это... Истина истина. А вот, а я хочу сказать, что, на самом деле, истина, она многогранна. Понимаешь? Один верит, ты в христианстве родился христианином, так сказать. Это, ну, живешь в стране христианской, и поэтому причастен к христианству. И для тебя оно более понятно. Это путь к Богу, один. Я не родился христианином. И не живу в христианином. Ну, хорошо, ты не родился. Это условность. Это сказки, что у нас христианское. Хорошо, это некоторые условности есть, допустим. У нас христиан раз-два обчелся. Ну, это уже, Валя, мы же хотим просто обсуждать суть вопроса. Суть вопроса состоит в том, что один, ладно, буду говорить, не ты лично родился. Ты, может, не родился. Ты вообще родился там, непонятно где-то, да? Один человек родился в христианстве, и он стал христианином по какому-то там стечению обстоятельств. Другой буддистин, третий мусульманин, четвертый иудеев, пятый еще кем-то там. Понимаешь? И они пристали к разному. Пути разные. Понимаешь? И они могут даже друг другу спорить. И еще один будет доказывать, что у него путь правильный, а другой будет говорить, что у него путь правильный. Ну, на самом деле, причем, если как бы уже буддизм, даосизм, там, не обязательно, что там есть представление о Боге. А ты к чему все это говорит? Я к чему говорю, что у путей много. Именно поэтому вот это, как кажется, проста истина. Преживодическая ошибка. Почему? Потому что у христиан, мусульман, буддистов и иудеев один путь. Какой один путь? Они все признают, что есть единый смысл для всех. А твоя позиция другая. Ну, как единый смысл? Что единого смысла нет. Твоя позиция в том, что нет единого смысла, нет никакого Бога, и что у каждого... Моя позиция не такова. ...думать свой смысл. А моя поднет. Моя позиция говорит такова, что единого смысла нету. По факту. Если бы он был, он был бы у всех. Но его нету. По факту. Вот видишь, большинство людей на планете придерживаются другого. Почему его нету, это на самом деле вопрос многообразия мира. Мир просто не сходится к единице, к чему-то одному, простому. Это не атеистическая позиция. Нет, это не атеистическая позиция, это позиция сложности. Вот, например, допустим, ты не знаешь, я не знаю там, что такое машина. Понимаешь? И тебе объясняют, что такое машина. Это нечто вот такое одно, одно. Понимаешь? И ты вроде так... Или показывают тебе, говорят, вот видите, вот это вот машина. Да? Но она вроде такая, она простая, ты смотришь какое-то, Нечто такое одно какое-то стоит, какой-то контур имеющий. А человек, который знает, что машина на самом деле, это как-то оно и одно, но оно очень много что имеет. Она имеет мотор, колеса, она может ездить, она из того-то сделана, и много чего есть. Кто из нас такой человек? Конечно, ты, да? Нет, просто... Ты знаешь, а я не знаю. А зачем на личность перекатить? А почему ты от этого говоришь? Вопрос это к тому говорится, что на самом деле тебе кажется с твоей личной позиции... Да это тебе кажется. Что ты видишь, что смысл это какое-то одно. Но я же ты тоже сам могу обратно завернуть. Нет, просто я понимаю, подожди. А я тебе хочу сказать, что оно вот такое же, как машина. Оно многообразное. Вот здесь одно, второе, третье, оно не одно. Я когда говорю, что смысл не один, имею в виду, что и он какой-то непонятный. Понимаешь? Может, совокупляется он в одно, не знаю. Может быть, он не совокупляется в одно. Мир сложный. Он сложнее, чем все наши человеческие представления. Блад, если мир так многообразен и смысл жизни разный, А что ты сейчас Валю пытаешься доказать? Я не пытаюсь Валю доказать. Валя считает просто, что... Да пусть считает. Это его смысл жизни. Это его один из тех, о которых ты говоришь. Ты сейчас что пытаешься доказать? Кстати, да. Я уже, я это с самого начала сказал, что это бессмысленно. Ты бог. Просто вопрос... Валя, я считаю, что он бог, но он бог. Не, просто Валя как бы пытался сказать, что это моя позиция, вот это вот, да, о том, что смыслов много, она не верна. Я говорю, что она сверх позиция, да, она не может быть верной, неверной, потому что она по факту говорит о том, что просто факт. Фактам дано. Это не позиция моя, в том смысле, что вот у меня моя позиция, а Валя его позиция. Это как бы сверх позиция. Его позиция. Сверх позиция, состоящая в том, что по факту это так. То есть твоя позиция, сверх позиция. Да не моя позиция. Да моя позиция, это одна из позиций. Это не... Брат, пожалуйста, давай будем конкретно очень. Хорошо, что такое разные позиции? Вот два человека, какие у них разные смыслы жизни, например? Ты говори конкретно, пожалуйста. Мне кажется, что не об этом спор. Мне кажется, что Булак знает какую-то истину, которую он хочет донести, а мы все не знаем, он хочет ее донести. Но не в диалогической форме, как бы обсуждения, исследования и совместного исследования, а в форме, типа парни, да вы, блин, и девушки. Вы лохи, а вообще нифига не понимаете, я вам сейчас все расскажу. А вот я поняла, Булак хотел сказать, что есть смысл жизни, а смысл жизни заключается в том, чтобы мы не были могли в этой жизни не просто вот так вот прожить ее бессмысленно, бездарно, а вот именно конкретно потратить силы свои на то, что на созидание своего, ну, каждый, ну, конечно, каждое свое, созидание разума, кто-то творит что-то хорошее, сделать доброе, полезное, что-то вот. Ты это хотел сказать было? Конечно. А почему-то мы, это, умудренные мужики ничего не поняли, а Людмила, в общем-то, простоте душевной все понял. Ты в начале. И ничего другого оказать не хотел. Ты в начале об этом начал, а потом перешел на что-то совершенно другое. Влад, я не дурак. Я внимательно слушал, что ты говоришь. Теперь стал умудренным мужиком, что Людмила в простоте душевной просто все услышала. Дорогой друг, ты сейчас оскорбил и нас, не стал нас силой. Ничего я не оскорбил. И Людмилу, понимаешь? Да ничего я оскорбил просто. Да ты, слушай, что ты говоришь. Я хотел только это сказать, и вы, умудренные мужики, не поняли, а вот Людмила в простоте душевной, которая не умудрена, я поняла. Конечно, потом дальше был некий спор. У того Валя замутился, что это так. Он сказал, что это не так. Да он не хотел никого обижать. Вообще, на самом деле, тут, извините меня, у нас иногда на семинаре странности получается. И Валя меня не слышит, и, может быть, я Валю не слышу. Но почему-то Людмила слышит всех. Я уже давно заметил это. Я сейчас это говорю. Людмила, скажи ты. И Людмила говорит то, что действительно правильно. Потому что она в чистоте, я понимаю. Единственное, Булат, она сказала то, что у тебя было в начале, до того, как ты начал что-то доказывать и горячиться. А потом ты начал вести всякую хрень. Ты вот можешь просмотреть свое же видео, ты же тебя записал. И можешь посмотреть. Валя прав. Хорошо, задокументируй. Задокументируй, посмотри еще раз. И так далее. Понимаешь? Чем Людмила хорошо поступила, она дала тебе позитивную обратную связь. Называется позитивная? Называется позитивная, да. Что ты психологичный? Людмила просто хотела меня поддержать. Нет, я сказала как-нибудь. Да, ты сказала. То есть это и правильно. Мы у Людмилы зря. На самом деле мы иногда недооценим ее, а на самом деле она себе номер. Мы... Стыдно, стыдно стало. Ну почему? Если у Вали есть недооценка. Слово не воробей было. У Вали есть недооценка, у меня недооценка. А на самом деле, видишь, она все понимает прекрасно. Я не к тому говорю, что просто сейчас был спор какой-то ни о чем. А фактически изначально все я сам. Ну да. Нет, но мы же как раз обсуждали о том, что... Просто я тут пику Вали сказал. Вот он ведь правильно сказал. Надо бежать, как на ресталище. И он подтвердил это уже другими словами. Что уже о смысле уже начал говорить, чтобы было понятно. Да, Вали не согласен. Он считает, что надо вот сейчас лечь, и уже ничего не делают. Вот в этом... Ну ты сказал, я уже не как на ресталище, я уже считаю, что вот прибыл в гавань, теперь можно как бы лечь уже и поспать там. Так она еще 20 лет может поспать. А тебе сколько лет, Валя? А? Сколько тебе лет? 40. Субтитры сделал DimaTorzok